Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами поговорим про теплые летние ароматы. Я, в принципе, однозначно могу сказать, как человек, который жил на юге, что летом цитрусовые ароматы, которые мы привыкли носить обычно в средней полосе России, то есть это в такой вот умеренной температуре летом, это свежие цитрусовые охлаждающие ароматы в южном климате звучат абсолютно по-другому. И, соответственно, делаем выводы, что в жаркую, в летнюю, в знойную погоду лучше, наверное, и интереснее все-таки носить более теплые пряные ароматы. И сегодня я расскажу о таком направлении. Понятно, что это будут у меня не супер какие-то яркие прям пряные ароматы, это такие умеренные в соотношении композиции, которые мне лично комфортно носить, но совет вам такой действительно, попробуйте такие пряные специи ароматы нанести в жару, и вы удивитесь, как они раскроются. Ароматы не будут такими колкими, яркими, как в прохладу, а они будут более мягкими, обтекаемыми, округлыми, как будто будут просто растекаться по вашей коже. Обязательно попробуйте, я уверена, что вы будете приятно удивлены. И давайте приступим. Название всех ароматов, как всегда, пропишу в инфобоксе. Ароматы можно приобрести на сайте Рандеву, там по приятной цене они практически все представлены, в принципе, там я их и приобретала. И также не забывайте применять мой промокод на скидку 10%, промокод будет суммируется абсолютно со всеми акциями, скидками и выгодными предложениями на сайте, и действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. Также на сайте Рандеву представлен классный удобный мини-формат 1,5 мл, 8 мл и аромабокс. И, конечно же, не забывайте про мой аромабокс, вкусно, но не калорийно. Там классные гурманские ароматы, которые уместны и сейчас, в принципе, летом. Давайте приступим, начнем с аромата, который менее такой пряный, но он на тему амбры, и, в принципе, он теплый, он согревающий. Казалось бы, ну куда его носить летом, но летом он звучит просто невероятно. Это композиция от бренда Atkinson, которая называется Amber Empire. Это красивая, мягкая амбра. Здесь есть чайный аспект. Чай невероятно красиво переплетается с такой вот тягучей, мягкой ванилью, и звучит это просто невероятно. Здесь у нас чай лун, здесь есть мира, ваниль, сандал и ладан. Казалось бы, довольно теплая, согревающая пирамида на прохладу, но летом это просто божественно. Он очень привлекательный, он мягкий, он такой струящийся, он просто тающий на вашей коже. А, и, кстати, в теплое время года летом у него больше заметен шлейф, то есть он более стойкий, более яркий, привлекающий к себе внимание. В то время как в прохладу на моей коже он сидит очень близко и немного теряется. А в горячей, в горячей, в теплое время года он более такой, знаете, шлейфовый. Он все собой заполняет и привлекает к себе внимание, и технические характеристики у него гораздо, гораздо лучше, на удивление. Поэтому, если есть такой мягкий чайно-ванильный аромат, обратите внимание, для меня это все-таки больше женственная композиция, потому что в ней прям вот есть такая женственность и привлекательность. Женские какие-то чары я в нем чувствую в этом аромате. Для мужчин, мне кажется, он будет уж слишком мягкий, на женщине просто супер. Следующий аромат, он, кстати, у меня прям в формате, в коробке я его достала, потому что он у меня стоит в коробочке, так как я им пользуюсь редко и в основном пользуюсь именно летом. Да, как бы это страшно ни звучало, слоник от Kenzo я использую именно летом, потому что летом он звучит более приятно. Более прохладное время года, да, он теплый, он согревающий, он очень пряный, специевый, но иногда он у меня вызывает першение в горле, такого количества вот этих пряностей, специй, а летом он становится мягкий. Как я и сказала, что все такие пряные, специевые, яркие композиции лучше звучат в жару, именно потому что они плавятся при температуре, при такой высокой, и становятся более мягкими. А что касается этого аромата, как я и сказала, здесь огромнейшая пирамида, это гвоздика, пряность, это кумин, это мандарин, кардамон, тмин, лакричник, манго, илан, гелиотроп, горденья, ваниль, амбра и пачули. Я, кстати, даже подзабыла, что здесь присутствует манго, но манго здесь я помещаю, очень реалистично, это больше такое сладкое прочтение, мягкости придает горденье гелиотроп, ну и, конечно же, гвоздика, кумин, тмин, лакричник, кардамон, все вместе это звучит очень интересно, пряно, и это ощущение действительно, как будто вы находитесь где-то на востоке, прям вот и гуляете по восточному базару, где огромное количество пряностей, сладостей, вот такое ощущение, и летом он бесподобен. Поэтому, если вдруг он у вас стоит, ждет своего времени, вы его не используете в прохладное время года, попробуйте сейчас летом, я уверена, что он вас приятно удивит. Также приятный меня радует аромат от бренда Стефаном Берлука, это Ночь в Дохе, я думаю, в принципе, и в прохладу я его буду носить, но что-то мне подсказывает, что в прохладу он будет немного теряться, потому что я не скажу, что аромат супер громкий, супер шлейфовый, он такой больше вокруг вас, но это невероятно, это пряность, это восточный базар, это, кстати, тот случай, когда аромат для меня абсолютно никак не совпадает с пирамидой. В пирамиде одно, а по факту я ощущаю абсолютно другое. В пирамиде действительно с мандарин, имбирь, фен, хиль, бессмертник, табак, ваниль, ветивер. Я практически ничего из этого не ощущаю, для меня это персики, абрикосы, для меня это сухофрукты, это изюм, это курага, это финики, это чернослив, это огромное количество, вот именно такой прям стол, который ломится просто от этих сухофруктов, или опять же вы гуляете по восточному базару и проходите ряды с этими, просто нескончаемые ряды с огромным количеством разных сухофруктов, фрукты, ягоды, все в сушеном формате, вот здесь вот так я это чувствую. Также есть какая-то чайность легкая, то есть какой-то вкусный чай вы пьете и кушаете эти сухофрукты, вот такая ассоциация, и опять же, мне кажется, что все-таки в жару он звучит лучше, чем в прохладу. Также я могу то же самое сказать про аромат от бренда Ксержов, Dolce Amalfi, это аромат тоже на тему айвы и корицы, здесь корица, даже не корица, гвоздика, гвоздика в прохладу на мне очень как-то выделяется с аромата, то есть отдельно присутствует фруктовый блок, айва и отдельно присутствует корица, он как-то, знаете, какой-то не монолитный аромат, а немного как будто выпирает определенные ноты, но в теплое время года, в жару, все очень хорошо так смягчается, аромат становится более ладным, более гладким в своем прочтении и звучит обалденно, это сладко-пряное прочтение, ничего подобного ни в каком бренде я не встречала, обожаю и, честно говоря, у меня тридцаточка, я как-то даже порой даже его жалею, что ли, мне жалко даже навести, надо, наверное, начать прям активно пользоваться и заказать себе сотку в запас, чтобы я спокойно могла им пользоваться. Следующий аромат тоже, который идеально подходит под мою сегодняшнюю тематику, это аромат от бренда Синоним, называется он White Piddle, это недавняя новинка бренда и это тоже обалденное чайно-пряно-табачное прочтение. И знаете, что интересно, когда я только его получила, у нас как раз были такие прохладные денечки, когда я его разнашивала, на мне прям явно выделялась табачная нотка, то есть, да, сухофрукты я ощущала, такую приятную пряность и табак немного выделялся. Сейчас же я, когда его нанесла, на мне стало больше таких вот приятных каких-то пряных аспектов, но нету вот этой явной сухости, табачности, прям просто красота. Здесь у нас табак, черный перец, кориандр, имбирь, анис, мускатный орех, конопля, гелиотроп, гвоздика, корица, кедр, ваниль, амбра, бобы тонка, дубовый мох и пачули. Вот на старте, когда я его носила в более прохладное время года, на мне явно был перец и табак со старта, потом уже и мускатный орех немного смягчался, и гелиотроп, как-то все стало более мягко, амбра вплеталась. Сейчас же все для меня стартует сразу, именно таким вот анис, наверное, сейчас как будто звучит более прохладно для меня, в принципе, анис дает мне такую ментоловость иногда, и все это уходит в такую интересную амбровую мягкость. То есть и пряности, и амбра, и он такой более сладкий, более обволакивающий, и при этом он абсолютно не душит, он не плотный, он не душный, он такой довольно воздушный, стойкий, шлейфовый, да, технические характеристики просто на высоте, но он как будто более такой какой-то воздушный, более такой летящий. В общем, нравится, и также буду в прохладу продолжать его носить. И так, кстати, слышу, что многие здесь ощущают чай, и после того, как я услышала это в обзорах, я начала тоже улавливать чай. Но для меня это даже как будто чай на костре, то есть это где-то чай на природе, на костре, вот какая-то такая ассоциация, возможно, за счет табачных аспектов. А следующий аромат, который тоже я обожаю, у меня он недавно появился, спасибо моей подруге парфюмерной Настюше, и я его прям берегу, потому что эта линейка уже снята, это Carven, и аромат называется Paris Bangalore. И, что интересно, этот аромат просто невероятно мягкий. Это, опять же, очень красивое, сладкое прочтение амбры, которое я люблю. Это именно такое мягкое, немного даже пряно-гурманское прочтение. Именно вот такая амбра мне очень нравится, хотя здесь у нас гвоздика, шафран, толу, бальзам, ваниль, красный сандал, амбра и бобы тонко. Может быть, толу, бальзам дает такую мягкость для меня, ваниль, сандал, амбра, бобы тонко. Честно говоря, гвоздику, гвоздика прям такая тающая, как будто я прям, гвоздика такая очень мягкая, не ощущая явно этой пряности, и шафран я не ощущаю. Для меня это больше вот именно такая бальзамичность, ваниль, сандал, амбра и красивые сладкие бобы тонко. Очень мягкий, он опять же тоже, он не термоядерный, он не громкий, он не сбивающий с ног, но он очень стойкий. Он сидит мягко, но очень долго на коже. Вот, и последний аромат на сегодня, это композиция от бренда Jimmy Choo, Ambar Kiss. Эта амбра уже немного другая, она уже более такая поярче. Она, если предыдущий, как я сказала, более мягкая и сладкая, здесь она сладкая, но со старта она имеет такой аспект немного унисексового прочтения. То есть я ощущаю немного ветивера со старта, и ощущаю цитрусы, цитрусы и пряности. То есть это для меня уже прочтение амбры, которое более такой унисекс, я бы сказала. Хотя здесь ветивера нет, здесь у нас замша, бензоин, корица, серая амбра, кедра, розовый перец, бергамот, пион, пачули. И здесь все-таки, да, бензоин, но здесь, видите, как таковой сладости. Здесь у нас ванили не заявлено, ни бобов тонко, ничего такого. То есть все-таки больше корицы, да, мягкой замши, бергамот, пачули, кедр, но прям как таковой мягкой сладости я не ощущаю. В общем, красивая тоже композиция, и я, как и говорила ранее, повторюсь, что я ощущаю его вполне себе унисексом. То есть на мужчине я его также представляю. Вот такая вот у меня подборка, такие вот теплые ароматы на лето. Пишите, как вы относитесь к такому направлению летом, носите ли вы такие композиции, потому что в основном у нас привыкли цитрусы, вот такие свежие, бодрые. А вот такие композиции тоже порой очень даже удивляют. Вот, на этом я с вами уже прощаю. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много всего интересного в режиме онлайн. И встретимся с вами совсем-совсем скоро, и пока-пока!